Храм Преображения Господня, построенный в начале прошлого века, меняется на глазах. Его белоснежные стены никогда не видели росписи. Сразу после революции церковь была закрыта и многие десятилетия здесь находилась АТС. И с 2000-х годов началось самое настоящее возрождение. Долго выбирали, какой стиль росписи, потому что храм сам по себе внутри, в таком барочном стиле. Это гипсовая лепнина, белоснежность, легкость, которую мы видим в храме. И вот нужна такая роспись, которая бы не убрала бы вот эту атмосферу, которую сейчас она имеет. Поэтому долго советовались и пришли к такой идее, что нужно сделать в стиле гризаль. Это такой древний, интересный стиль монохромной росписи. Гризаль – вид живописи, выполняемой тонами одного цвета, чаще всего серого, но здесь еще и в сочетании с золотом. Эта техника использовалась в средние века. Примером может служить алтарь Геллера, созданный великим художником Грюневальдом. Такую храмовую роспись сложно встретить не только на юге нашей страны, но и в других храмах России, где чаще всего преобладает роспись цветная. Я даже помню, когда это вот не было лепки, он какой был. Ну вот сейчас уже слепка, теперь уже роспись. И слава Богу, что это уже пришло к нам. Появились у нас художники с Божьей помощью и стараниями нашего батюшки. Эскизы евангельских сюжетов разработал руководитель группы иконописцев Олег Шуркус совместно с протеериями Александром Мензелинцевым и Николаем Хлыниным. Роспись купольного свода храма уже завершена. А при входе цитаты из священной книги Псалтырь. Планируется, что все работы будут завершены только к концу года. Роспись храма выполнена на 30%. Сейчас иконописцы расписывают храм в другом городе, в Астрахани. Но уже совсем скоро они вновь вернутся в хосту, чтобы продолжить работы.